Рекомендую вам заглянуть на канал Антона Кашина. Привет с Урала! Этот блогер снова в строю. Политика, социалка, события из регионов России с Урала, само собой. Критика, аналитика, выводы. А еще там вам расскажут, как избежать кабалы какого-нибудь банка и не стать заложником жуликов, называющих себя коллекторами. Кредит это не рабство. Вдумайтесь в два слова. Потребительский кредит. Потреблять кредит. Загляните на канал и проведите время с пользой. Подробности по ссылкам в описании. Вы их найдете прямо под этим видео. Официальный представитель Минроссии Мария Захарова опубликовала на медне в соцсетях хвостовсливый опус о том, как ее во время последней поездки в США приняли за коренную American Lady. Я прогуливалась по лобби нью-йоркского отеля, написала Захарова, когда ко мне подошла ухоженная женщина, почтенных лет американка, и произнесла «Счастливо найти то, что так давно искала настоящего жителя Нью-Йорка. Вы прям олицетворение Манхэттена. Мне жаль разрушать вашу мечту, но я русская. Таким был, якобы, ответ Захаровой. Дальше словесные поносы с самолюбованием и восхищением собой, как гражданкой великой и могучей». Слушайте, на кого рассчитан этот пропагандистский бред? Вот вы, например, коренных москвичей, питерцев, екатеринбуржцев тоже по отелям ищите. Впрочем, это еще не все. Хочу вам показать чудесные фотографии со свадьбы Марии Захаровой, которая, к слову, патриотично там же, в Нью-Йорке проходила. Но дело не в этом. Посмотрите же на этот колхоз из 90-х. Ой, на это олицетворение Манхэттена, я хотел сказать. И сами все увидите. Люблю людей. Начинаем. Продолжаем оставаться на патриотической волнении, сбавляем оборотов. Еще один ярый почитатель русских березок отметился на прошлой неделе в американской соцсети Facebook с непатриотичными фотографиями из семейного архива. Речь идет о сенаторе Совета Федерации Алексея Пушкове. По совместительству данный мужчина является еще и главным пропагандистом канала ТВ-Центр, в эфире которого постоянно склоняет загнивающий Запад по маме и по папе. А вот на фотографиях тех господин пропагандист запечатлен во время новогоднего вояжа 2018 по Испании и Германии. Примечательно, что сдала народного избранника вторая половина, которая очень любит публиковать на своей странице отчеты о туристических поездках с любимым. Но это еще не все. Оказывается, отдыхают в ненавистных Европах супруги частенько. Только за последние несколько месяцев чита Пушковых скаталась еще в Италию, в Австрию, в Финляндию. Устают, наверное, здорово. При этом в Перми, от которой патриот Алексей избрался в Сафеду в 2016-м, он за все время после выборов был только четыре раза. Хотя, ну а что там делать-то в этой Перми, если задуматься? Там и так все хорошо, там же всего лишь в школах дети друг друга режут по 15 человек за раз. Я пришла в школу, у меня должен был быть урок. И ко мне навстречу выбежал мальчик из 7-го класса, 4-го Б. И сказал, Алена Владиславовна, помогите, нас режут. Я быстрее бежать, смотрю в окошко, там дети пытаются выпрыгнуть из окна. Я быстрее в школу, там все в крови. Все сидят, учатся. Я стучать по окнам, чтобы все выбегали. И классные руководители уже из окон начали детей доставать, раздетых. В больнице доставлены 12 человек. Пятерым сделали операции. Двое детей и учительница в тяжелом состоянии, они в реанимации. Подозреваемых в нападении задержали. Один из них предположительно состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, в школе не работала система видеонаблюдения. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что меры безопасности во всех российских школах будут усилены. Не, ну тут даже говорить не о чем. Что, события вселенского масштаба, что ли, чтобы выдергивать целого сенатора с испанского курорта? Голодец же сказал, разберется. Может и разберется. А может и не разберется, ну кому это важно. Все равно через месяц-другой о пермской трагедии все забудут. Тот же Пушков поспособствует, дуя людям в уши о том, что там у хохлов, например. Или еще где-нибудь в каталонии, как вариант. Ладно. Это реальная журналистика. И сегодня о том, как из нас продолжают дураков делать. Поехали. А вообще странно, конечно. Помните, в прошлой программе рассказывал вам об одном новоиспеченном блогере. Есть такой картавый мальчуган, выкормыш канала Россия 24, зовут Алексей Казаков. И вот уже несколько месяцев Лешик долбает у себя на страничке в Ютубе всех не патриотов, которые льстятся на заморскую курортную гниль. В смысле ездят отдыхать за Бугора, не на Алтай или там в Крым. Под раздачу этого справедливца уже попала Собчак, которая провела Новый год в Индонезии. И Грудинин, что на лыжах в Европе катался минувшими праздниками. Вот еще пример, пожалуйста. Это же вообще универсальный хэштег того, что происходит на этих выборах, только нужно к этому добавить немножко. Вот сказочное Бали всех избирателей России. Правда, свой красивый отдых почему-то не упомянул. А заграничные поездки ему не чужды. В самый разгар своей псевдокомпании по открытию региональных штабов отправился с женой во Францию. За пожертвование на ФБК в теплые края махнул? Ты же безработный, Леша. Пропиваешь святые бабки. Еще один любитель пляжей сторонник Навального Леонид Волков открывал предвыборный штаб в Сочи через видеосвязь. А сам был на Кипре. С характерным для отелей браслетом на руке передавал привет с моря. Причем так въедливо обо всем этом непатриотизме господин Казаков рассказывает. Любит посчитать, сколько тот или иной родины ненавистник потратил в их барах, в их ресторанах, в их гостиницах преступники кричат, нашу валюту за границу вывозят. Нет, чтобы за экскурсию по Кунгурским пещерам заплатить, поддержав тем самым развитие отечественного туризма, и я с ним согласен. Вот только что-то Леша как-то выборочно про непатриотические поступки наших соотечественников рассказывает. Как отдыхает на Кипре Волков, который по сути никто рядовой гражданин страны, этот журналист еще заметил, а информацию о загрантурах слуги народа Пушкова или чиновницы Захаровой упустил из виду. Может тоже заработался просто отдохнуть бы ему в какой-нибудь ниц, а? А в России тем временем по-прежнему люди защищают свои права, как умеют иногда, даже прибегая к весьма и весьма кардинальным методам. Ну, раз слугам народа не до народа, у них выборы гаранта стабильности, вот эти страшные кадры из Башкирии в середине января облетели всю страну, город Ишинбай. Видеокамера, установленная на одном из жилых домов, запечатлела, как в разгар дня на площадь перед зданием мэрии выходит некий мужчина, расстилает коврик, раздевается, садится, обливает себя чем-то и... Вовремя подоспевшие прохожие успевают забросать человека снегом, сбить пламя. Под курткой у него дэм из-под куртки. Сейчас, сейчас, медики. В Стритомахе где родственники проживают? Сазонова, 11, квартира 28. Кто проживает? Сестренка родная. Участником акта самосожжения оказался Дмитрий Рудов, житель Стритомака, которого незадолго до инцидента уволили с работы. Мужчина трудился инженером-электросварщиком в объединении «Газпром-нефтехим» и что-то там не поделился своим начальником, а может просто место его понадобилось кому-то, такое тоже бывает. Затем искал правды, но не нашел. И вот таким вот образом решил выразить свой протест. К слову, вечером того же дня Дмитрий умер. А знаете, что самое омерзительное? Погибший был активным членом партии «Е**», и когда с ним приключилась беда, обращался за помощью к своим единомышленникам в региональное отделение партии, причем несколько раз, с несколькими просьбами. Не только по поводу восстановления справедливости в связи с увольнением. У него было заболевание, воспаление суставов и дикие боли просил хотя бы с лекарствами помочь, но никто из подвижников даже пальцем не пошевелил. К чему я это? Слушайте, если они о своих не заботятся, на что, надеемся, мы, чужие? И под занавес веселая новость из Новосибирской области, из разряда «Чиновники оборзели в конец», рассказываю. Есть там такой городок из Китим, население 60 тысяч человек. Так вот, в этом городке стоит многоквартирный дом, который уже 6 лет проваливается под землю. Все эти годы жильцы к кому только не обращались. Дом-то не просто проваливается, он еще и разваливается в связи с этим. И вот достучались люди, наконец, до собственных слуг. В начале января из город администрации пришел ответ, в котором чинуши признают таки здание аварийным и просят в срок до 1 января 2020 года снести этот дом, внимание, силами жильцов. Мол, ребят, вперед из песней. Скидывайтесь, и чтобы не было тут больше этого позора, могу только поаплодировать решению заботливого мэра, ну и к вам обращаюсь заодно. Не забываем проголосовать за стабильность в марте, ну или поддержать ее бойкутом бездействия. Все. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее там, где всегда. Здесь еще больше забавного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже интересно. В друзья добавляйте системы, предлагайте. Под ним и мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. В моей лунке моя рыба. Моя рыба в лунке лежит. В лунке моя рыба. Что ты будешь делать? Что за наглость, а? Вот ты наглый, а? Вот ты наглый, а? Что ты будешь делать? Как так можно? Ну нельзя быть таким наглым. Ну ты кадр, ладно, бери, бери. Молодец, считай, что выкопал.